Встреча на Думске Мы успели немного поговорить о вашей биографии, о том, как человек до 47 лет ничего не писавший, с математическим образованием, бизнесмен, вдруг стал писать и писать очень успешно. Подвести человека к зеркалу. Вот как-то так вы обозначили свою главную цель и задачу в драматургии и вообще в вашем писательском искусстве. С того момента что-то изменилось? Вы до сих пор этого принципа придерживаете? С того момента я придерживаюсь, наверное, уже буду до конца придерживаться, наверное, тех же принципов, поздно уже что-либо менять. Вот с того момента, ну вот не знаю, мне вручили замечательное звание. Это звание заслуженного деятеля искусства Украины. Вручали на сцене оперного театра. Губернатор нынешний вручал. А об этом мы тоже, кстати, говорили. Говорили уже, да? Но видите, значит, это вот, это, видите, как-то так у меня настолько яркое событие, что я думал, что оно было немножко раньше. Его затмить до сих пор ничего не может. Это очень важное для вас признание. Вообще-то такое звание вручают раз в жизни, уже другого нет. Вы к нему стремились? Ну, как сказать, что я шел по коридору, меня спросили не хотите ли я, сказал да. Нет, конечно, это очень почетно и замечательно. Потому что это все-таки некая обратная связь. Знаете, как тот когда-то спрашивал, не спрашиваю страны. Тот когда говорил, не спрашиваю страны, что она сделала для тебя. Спрашиваю себя, что ты сделал для страны. Да, но очень же интересно узнать, страна что-то оценивала или не оценила. Когда возникает такая обратная связь, это всегда замечательно. У вас есть ощущение, что вы... Ну, понятно, что если вас наградили у страны, это ощущение есть. У вас есть ощущение, что вы внесли вклад какой-то силы? Конечно. Я безможенный скромности скажу, что есть. Потому что если поставлено порядка двухсот спектаклей в 15 странах, в 85 города, только по пьесам, а кроме этого печатается и много прозы в самых разных литературных журналах, опять же, разных стран, то я думаю, что все-таки то, что я делаю, это кому-то нужно. Ну, знаете, вообще, вот если говорить про писателей, да, то, в общем-то, в первую очередь, писатель должен что-то сочинять. Вот, и сочиняем мы, в общем-то, все, и с того момента, как только у нас появляются первые признаки связанной речи, мы начинаем что-то сочинять. Одно дело, что одни свои сочинения записывают, вот, а вторые не записывают, ну, большинство не записывают. Это тоже навык какой-то, это сложно ведь просто взять и, как казалось бы, написать. Ну, конечно, сложно, вот как в кулинарии, есть ленивые вареники, а есть неленивые вареники. Вот я, наверное, отношусь вот уже ко второй категории, как и многие мои коллеги, хотя мы сегодня живем в то время, когда писателей уже намного больше, чем читателей. Скажите, а у вас до 47 лет вообще не было импульса взять и написать? Да нет, нет, это не совсем так, это не совсем так. Я первый свой сценарий написал, мне было 25-26 лет, вот, и первые фильмы документальные по моим сценариям ставились еще в 80-е годы прошлого века, кошмаркой быстро летит время. Вот, и, безусловно, это что-то было, но вот для театра, именно для театральной драматурги, я первый песок написал в 47 лет. Но это никогда не было основным занятием, это и тогда было увлечением, это и сегодня увлечение. Это не средство заработка? Нет, ну это замечательно, когда за это платят деньги, но это не основное средство заработка, да. То есть это как бы, я все-таки считаю, что это увлечение, которому я уделяю очень много времени. Вот, но в какой-то степени оно успешно. В повести «История одного покушения» в предисловии вы пишете о том, что сама повесть, она про театр, а значит и про игру. И вообще говорите, что вот игра неотъемлемая часть человеческого характера, игра в футбол, игра в войну, игра в любовь. Вот в разрезе событий, не можем об этом не говорить, затрагивая тему войны. Вам кажется, сегодняшняя война – это тоже игра? Сегодняшняя война – это трагедия. Вот это мое мироощущение. Это трагедия, потому что она происходит, даже если мы там не будем сейчас вдаваться в такие глубокие дипломатические дебри, она все равно происходит между людьми, которые еще 20 лет назад жили в одной и той же стране, и жили там не 5 лет, а прожили несколько сотен лет в этой стране. Их дедушки, бабушки, прадедушки. Вот эти люди начали убивать друг друга. Понимаете, трагедия для меня – это не игра. Вы также писали киносценарий. У вас не было желания написать киносценарий на эту тему, потому что тема войны она вообще в кино пользуется, в кинематах. Безусловно, безусловно. Понимаете, но я как-то стараюсь в своем творчестве о каких-то вещах, а может быть и о многих вещах, не писать как бы в лоб, не писать напрямую. Все-таки, знаете, мне очень интересны те произведения искусства, когда о войне без войны, когда о Холокосте без Холокоста. Понимаете, когда эти ощущения передаются без траншей, взрывов, снарядов, а передаются через человеческие ощущения. И, безусловно, я думаю, что рано или поздно о тех событиях, которые происходят сегодня, это будет и среди того, о чем буду писать, в том числе и я. Но я не думаю, что я вот прямо буду выписывать там боевые действия. Ведь писать можно в первую очередь о том, о чем ты знаешь. А когда ты пишешь уже по… У вас нет ощущения, что вы разбираетесь до конца в том, что происходит сегодня? Нет, я вам скажу откровенно. Более того, я вам скажу, что даже если человек на несколько дней посетил даже этот театр военных действий, у него тоже неполное ощущение о том, на самом деле, что это такое. И дальше есть такой старый, но хороший анекдот, что не нужно путать туризм с эмиграцией. Может быть, в данном случае он не напрямую, но даже человек, несколько дней проведший на войне, еще не значит, что он воевал. Знаю, что вы не очень любите тему российско-украинских отношений. Тем не менее, опять же, в разрезе того, о чем мы даже сейчас говорим, сложно об этом не упоминать. Вы очень часто бывали в Москве, вы сотрудничали, возможно, сейчас. Насколько помню, продолжаете какие-то отношения. Но вот все равно, наверное, пришел тот момент, когда нужно провести некую черту и определиться. Александр Мордань, он украинский драматург? Или вот он такой общий? Александр Мордань всегда был русскоязычным, украинским драматургом. И когда меня несколько, там уже почти 10 лет назад, в одном из интервью в Киеве, вот была там тема не российско-украинских отношений, а была языковая тема, русского языка, украинского языка. Это не интервью 2006 года «Зеркало недели»? Да, может быть, «Зеркало недели», да, в котором я сказал, что одесситы говорят по-русски, а думают по-украински. Да, вот я хотела уточнить, что вы тогда имели в виду? Что я имел в виду? Я имел в виду, что австрийцы говорят по-немецки, пишут по-немецки, читают по-немецки, а думают по-австрийски. Думают по-австрийски, поэтому главное, не на каком языке ты говоришь, тем более, что наша страна, она многонациональная страна, я в первую очередь сейчас об Украине говорю, вот там 134 национальности, поэтому каждый дома может говорить на том языке, на котором разговаривали его родители. Вопрос, на каком языке он думает, в данном случае это некая метафора, но если он патриот своей страны, то говорит он на гагаузском, или говорит он на молдавском, или говорит он на болгарском, на русском, на еврейском, на польском, но если он патриот Украины, это замечательно. Вы можете себя назвать патриотом Украины? Я безусловно патриотом Украины, конечно. Пишите, тем не менее, на языке русском, и такое ощущение создается, что образы эти тоже русские. Иван Яковлевич Франко, да, вы, наверное, как считаете? Я думаю, что он был патриотом Украины. Так вот, у него сейчас спрашивали, Иван Яковлевич, а чему вы немецкую мовую пишете? Там еще в мию повидав, Иван Яковлевич. Понимаете, я родился в городе Владивостоке. Русский язык мой родной язык, но это не значит, что я не патриот Украины. Русский язык, он такой крепкий, как вы, и сенсорной брони относитесь? Это как абсолютно неправильное противопоставление. Мое субъективное мнение, что вот такое разрешение языкового вопроса, которое вот мы сегодня, это и есть там бомба замедленного действия, которая продолжает кит. Спекулирует на этой теме, конечно. Конечно. Я думаю, что русский язык в Украине – это не язык национального меньшинства. Это второй язык. Можно его назвать языком межнационального общения, можно его назвать вторым языком. Но, знаете, есть три вещи. Национальность, вероисповедание, язык, решение и реакция на которых у человека рождается минуя разум. Она идет сразу эмоционально, понимаете? Поэтому язык – это очень такая тонкая вещь. И я думаю, что неправильный самого начала статус этого языка в общем-то привел к очень многим нашим проблемам, понимаете? Это и пришествие Кучмы, и пришествие Януковича и так далее. Это всегда было на фоне спекуляций на языковую тему. И это, кстати, продолжается. Судя по тому, что интервью датируется 2006 годом почти 10 лет назад, эта тема и тогда была очень острая. Она всегда будет актуальна, понимаете? Потому что все-таки это языка два, и вот их нужно. Но, вы знаете, когда начались эти трагические события, и когда заставки на всех телеэкранах пишут «Единая краина – единая страна», то все-таки не на молдавском языке пишут второе название, и не на гагаузском, и не на польском, а на русском. Потому что все-таки это два основных языка. Ну, сложно, конечно, роль русского языка. Но мы не будем решать. Для этого у нас есть Верховная Рада. Вот они там собираются, думают, решают. Даст Бог когда-нибудь примут оптимальное решение. Но я думаю, что это очень сложный вопрос. Сложный. Вернемся к тому, как вы формируете свою мысль. Но я категорически против, когда, вы знаете, вы патриот Украины, но пишите на русском. Да, я буду всегда патриотом Украины, и всегда буду писать на русском. Это еще специфика, опять же, региона. Это понятно, да, вот к языку возвращаясь. Как вы относитесь к нецензурной брани? В русском языке очень много этих слов, очень характерных. Я просто считаю, что я с этим языком, как говорится, познакомился в пять лет, а в шесть уже знал, что при дамах выражаться нельзя. Но я считаю, что театр, литература – это не место для этого языка. Есть, может быть, спортивные соревнования, может быть, есть тяжелые строительные работы, может быть, не дай бог, та трагедия, которая называется войной. Может быть, там этот язык имеет свое место. Потому что в чем смысл-то, в чем фокус этого языка? Просто информация на нем доходит намного быстрее, поскольку она апеллирует, идет через основной инстинкт. Ну и короче, даже вербально, конечно. Ну да, короче, вербально, и просто апеллирует через основной инстинкт человека, понимаете. Простите, вот есть люди, они умственно, ну, неполноценные, да, они болеют, и о них содержатся в определенных учреждениях. Так вот у них с основным инстинктом все в порядке. У них с другим что-то не в порядке. С основным инстинктом. Поэтому этот язык, основанный на основном инстинкте человека, он как бы быстрее доходит, да, и понятно, без каких-либо этих самых, но это язык не для литературы, он не для театра, там этот язык не нужен. Это моё субъективное мнение. В этих заведениях он просто эпатирует читателя, эпатирует зрителя, да, как бы, ну, что-то такое. Но это же реальность, это же часть реальности, от которой очень сложно убежать, и театр он же отображает. Часть реальности, повторяю ещё раз, вы же не говорите, вот во Франции все говорят на французском, да, ну, вы же дома не говорите на французском, потому что вы его не знаете, да, а кто-то не говорит на испанском, потому что он его не знает. Поэтому, но в каких-то местах говорят только на французском. Вот каждый дипломат, который заканчивает высшее учебное заведение, он должен знать французский язык. Как английский, это язык моряков, то французский язык дипломатов. Ну, вот и повторяю, что матерный язык где-то в каких-то зонах. Осуждаете драматургов, которые ставят пьесы? Я, вы знаете, вообще не только не прокурор, но я даже не судья, понимаете. Я никого не осуждаю, но я высказываю свое мнение. Ваша аудитория, она тоже такая очень интеллигентная, которая матна, что она не рвется. Как вы ее себе понимаете, представляете? У меня даже есть стихотворение. Моя аудитория тонка, как тонок лед после мороза первой ночи. Моя аудитория узка, как узок в цирке. Круг горящий для прыжка. Но слушая внимательно меня, порой понять меня не хочет. Я даже свои стихи помню иногда на языке. Вот моя аудитория, ну, наверное, все-таки это люди, которым свойственно думать. Поскольку у меня не получается писать очень простых произведений. И это я не ставлю себе в достоинство. Я, например, иногда очень хочу написать какую-то очень простую, такую какую-то историю незамысловатую, которая бы доходила до каждого. Но как в том старом анекдоте, сколько мы не собираем сейвку, у нас опять получается станковый пулемет. Вот поэтому мне не получается писать простых историй. Поэтому, наверное, моя аудитория – это люди, которые все-таки свойственно думать, которым интересно думать, о чем-то задумываться, что-то анализировать. Сборник, который по правую руку от вас. Это ваш последний сборник повести, рассказов, стихотворений. В Киеве, буквально несколько месяцев назад, там проза. Там нету драматурги. Там вот для тех, кто любит читать прозу и не любит читать пьесы. Я сам больше люблю читать прозу, чем пьесы. Ну, что делать? Ну, вот там вы прямо на первой практической страничке тоже ставите очень важный вопрос. Несколько вопросов вы задаете своему читателю. Один из которых – вам по душе те, кто пытаются добиться справедливости? Знак вопроса. Вам по душе, Рась? Ну, конечно, конечно. Ну, это, понимаете, вот смотрите. И справедливость как вообще понять? Слово справедливость, есть его латинское звучание, оно звучит как юстиция. И знаете, мы очень часто, да, вот мы говорим, пришел советник юстиции второго ранга. Вот если бы мы говорили, пришел советник справедливости второго ранга, да, то ему сложнее взятку было брать. Как-то, ну, неудобно. Он же от лица справедливости, и тут ему надо что-то под столом в конверте дать. Поэтому вот иногда мы играем словами, да, и эти слова… Ну, почему русское слово «справедливость» там почему-то подменено у нас латинским? Так, может быть, непонятнее простым гражданам, вот что именно делают эти люди с этими звездочками там, ну, таких, знаете, советники юстиции. А на самом деле они советники справедливости. Знаете, был замечательный математик-философ Рене Декарт, он говорил, «Определите значение слов, вы избавите мир от половины его заблуждения». Ну, так поэтому вот у нас Министерство юстиции – это Министерство справедливости. Поэтому, конечно, мы все за справедливость. Насколько остро вы реагируете, когда сталкиваетесь в реальной жизни, может быть, бытовая несправедливость? Ну, я думаю, что, ну, понимаете, вот на самом-то деле, что произошло, как я считаю, на Майдане в последний раз, или там 10 лет назад произошло, это было в первую очередь, так сказать, протест против несправедливости. Когда людям говорят одно, а на самом деле происходит другое, в человеке возникает чувство возмущения. Когда это чувство возмущения достигает критической отметки, начинают меняться базисы, надстройка начинают меняться. В данном случае у нас надстройка меняется, да, происходят какие-то революционные, уже не эволюционные, а революционные изменения. То есть вы считаете, что для того, чтобы научить людей ценить, любить справедливость, нужно им показать результаты той несправедливости, конечно, и, собственно говоря, литература этим не занимается. Другое дело, что у людей, знаете, у них, ну, как у Шавома Лейхима, мы все ждем мессию, а приходит урядник. И, к сожалению, очень часто урядники, которые приходят, первое, с чего они начинают, тем, чем заканчивал персонаж Булгакова-Шариков, отнять и поделить. И опять, опять отнять. Одна вась приходит отнять, подели, другая приходит отнять, подели. Хотелось бы чего-то, конечно, нового, позитивного, конструктивного, чтобы сказать, ребят, давайте наложим уже мораторий, кто чего был. Потому что мы все время разбираемся, кто при румынах, кто делал, да, потом кто при скифах, там, кто где курганы ставил, потом, что было при красных, потом при белых. Мы все время что-то смотрим в прошлое, нам надо уже, наверное, в будущее смотреть. Но чем мы, писатели, занимаемся, то, возвращаясь к вашему вопросу, в первую очередь, мы занимаемся тем, чтобы действительно показать людям, может быть, не показать, как жить, это каждый решает для себя, но показать, может быть, для чего жить, показать какие-то другие идеалы, какие-то другие, ну, что ли, направления, кроме как врать и воровать, да, поскольку это как бы очень хорошо у нас получается. Вы можете вот их перечислить, эти направления, ради которых, для которых... Ну, ради которых, на самом деле, я ничего нового никому не открою, просто мы хотим, чтобы нашим детям, мы должны делать так, чтобы нашим детям живут лучше, чем нам, понимаете, и как говорил один польский таксист, когда начались реформы в Польше, да, нам будет хуже, но нашим детям будет лучше, у нас пока так не получается, у нас все время мы хотим всего и сразу, получается, ничего и постепенно. Но нам нужно еще избегать одного заблуждения, которое заключается в том, что очень присущая интеллигенция, это заблуждение. Интеллигенции кажется, что если все прочитают те книжки и посмотрят те фильмы, которые сформировали ее интеллигенцию и мировоззрение, то мир станет другим. Нет, к сожалению, это не так. К сожалению, человек может все прочитать, все посмотреть, а потом он все равно будет совершен. Потому что есть и генетическая память, понимаете, есть то, что передается от дедушки с бабушкой, и тут, понимаете, очень сложные вещи. Вот, казалось бы, одни и те же люди с одним и тем же образованием, с одним и тем же языком по разные стороны баррикад. Почему? А вот потому, что люди разные. Просто кто-то смотрит в прошлое, а кто-то же... И лозунг «Свобода, равенство и братство», знаете, он такой, извините меня, но он сомнительный по поводу равенства, потому что никто никому никогда не равен. Вы не равны мне, я не равен вам. Да, в каких-то вопросах мы должны иметь равные возможности, это очень правильно, но это не значит, что мы равны. Яблоко никогда не будет равно груши, а груша сливи, понимаете, как бы мы не хотели этого сделать. И насчет свободы можно говорить, и насчет братства, видите, какие истории между братьями случаются. Вот поэтому все, как говорил другой математик, все всегда подвергай сомнению, и тогда ты придешь к истине. Заговорили вы уже о политике, вы политически активный человек, выборы вот тоже не можем почти об этом говорить. Я могу вам откровенно сказать, что я буду голосовать за блок Петра Порошенко, не потому что я тут сижу в вашей студии и знаю, кто и чем здесь занимается. Просто я считаю, что сегодня из того, что есть, это самая консолидирующая сила, которая совершает ошибки, как и любая другая сила политическая. Но я считаю, что на этом этапе переправы, на этом этапе этой черточки, когда мы учили в учебниках, Римская империя, 2-5 век, период распада или период упадки. Вот черточка 300 лет. Я не знаю, какой конец у той черточки, где мы находимся, но я думаю, что мы все равно в начале этой черточки. Вот в начале этой черточки, мне кажется, что вот эта политическая сила, она сегодня наиболее. Похожа на агитацию. Вы призываете? Да, я могу призывать, могу говорить, что это мое субъективное мнение. Я думаю, что мое мнение, собственно говоря, кому-то интересно, кому-то неинтересно. И я абсолютно одинаково отношусь к обоим мнениям. И тем, кому это интересно, и тем, кому это неинтересно. Когда я готовилась к интервью, вашему авторству принадлежат слова, люди делятся на деятелей и делателей. Пришло время, отвечают за содеянное. Вам кажется, что это время пришло, и вы думаете, что... Я думаю, что мы опять же, мы в начале черточки. Судя по тому ажиотажу, который сегодня связан с выборами, я думаю, что еще не все в нашей стране украдено, и не все в нашей стране еще поделено. Я думаю, что эти процессы еще... Ну, очень активно, да. И вот, знаете, упользуя случаем, я тебя слушал, одного товарища из Киева, кого-то из политологов, который говорит, бабушки, дедушки, доберите эту гречку, доберите там, что вам там, масло подсолнечное или что-то, а голосуйте по совести. Ведь, понимаете, страшные вещи звучат с экрана. То есть, это мы уже с экрана так позитивно призываем человека быть безнравственным, человека быть бесчестным. А потом, с другой стороны, вот тоже не могу понять, но это подкуп из избирателей. Понимаете, это подкуп из избирателей. Да, он повсеместно сейчас встречается. Так почему же за суда кто не борется с этим? А призывает бабушку, говорит, нет, вы возьмите, ну вот они там что-то украли, ну пусть они хотя бы с вами там частично поделятся, а вы голосуйте за кого? То есть, вы возьмите и соврите, да, нехорошо. Я считаю, что это нехорошо, потому что нельзя в чем-то быть немножко подвым, а в чем-то быть замечательным и честным, понимаете? Либо человек честный, либо человек нечестный. Либо он берет что-то чужое, либо он не берет чужого. Вот моя такая концепция. Но люди, опять же, люди разные. И обвинять бабушку, вот кого бы я в последнюю очередь обвинял, так это бабушку, потому что она бедная колбаски хочет и хочет этой гречки. А если у нее не получается, то она ее возьмет. А вот дяди и тети, которые в Министерстве справедливости работают, понимаете, вот они такие вещи должны пресекать. И там мы получаем не конкурс, кто больше раздал гречки, да, а мы получаем конкурс, кто более, так сказать, произвел на избирателя лучшее впечатление своими обещаниями, надеемся, искренними, которые кто-то даже когда-то будет потом выполнять. Видите, не получилось у нас обойти эту тему, тему выборов. Давайте закончим. Подсказывает, у нас времени очень мало остается. Ваши творческие планы, вот на такой ноте все же хотелось бы. Ваши творческие планы, я сейчас заканчиваю одну пьесу, которая закрывает трилогию, которая посвящена женщинам. Первая пьеса девочки, дочки-матери, она шла много лет в русском театре. Вторая пьеса кошки-мышки, это женщина, она идет и в Киеве, и в многих других городах. В 35 театрах, да, поставки ночи по пляху. Да, и выйдет в Одессе, я надеюсь, до конца года. Всякий случай, у нас есть такие планы с русским театром, что здесь появилась пьеса кошки-мышки, ее подзаголовок, женщины, точка-фрагмент, скандал без антракта. И вот я сейчас заканчиваю третью. А чем они объединены? Они не объединены сюжетно, объединены тем, что на сцене только женщины. В первой пьесе две женщины, во второй три, и в третьей тоже будут три женщины. Будут она называться, естественно, уже бабушки. Будут называться бабушки. Потом у нее замечательный подзаголовок, он мне нравится, поскольку пьеса уже на выходе, могу его сказать. У нас не все дома, поскольку действия происходят далеко за пределами нашей страны. Но бабушки наши, ситуации наши, моменты наши. И в этой пьесе один из главных моих посылов, что главное проявление гуманизма, это даже не отношение к детям. Потому что гуманизм это человечность, но и животные очень хорошо к детям относятся, дети наши, будущее, дети наши. Все, советская власть говорила, что в нашей стране есть только один привилегированный класс, это дети. Главное проявление гуманизма, это отношение к старикам. Потому что дети, это еще все-таки такая, знаете, категория, тут можно и вкладывать силы, и капитал, потому что дети станут солдатами, дети станут ремесленниками. Женщины еще нарожают солдаты ремесленников. А вот отношение к старикам это сугубо человеческое, потому что они, в общем-то, уже ничего особенного не сделают. Вот как это мне удастся сформулировать все эти мысли, ну, читатель, зритель, да, сбоку увидит в будущем. Спасибо вам за беседу, интересную. Напоминаю, что в студии у нас был Александр Мордань, украинский драматург, поэт и сценарист. Я прощаюсь с вами, до новых встреч на Думской, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин